Ну что, всем добрейшего денечка, друзья мои. Сегодня прекрасный день и прекрасный контент. Приготовил я вам, купил по случаю. За мной стоит прекрасный автомобиль, который мы разберем в плане производства. Мы его, конечно, будем переделывать, но об этом я вам расскажу чуть позже. Сейчас мы заводим и едем к моему другу Васе. Надеюсь, вам понравится. Накидывайте мне диванных комментарий, обсудим, поправите меня. Очень интересный автомобиль. Немного расскажу. Это автомобиль Scania P380. Я ее купил в городе Пенза. Собрана она примерно в 2020 году. И ездила всего лишь, может быть, 3-5 раз на заказы. Я ее забрал где-то в начале декабря. При помощи и посодействуя моего друга Лехи Пенза Автоспас. Если будете в Пензе, обязательно эвакуаторами Автоспас. Пользуйтесь. Там разновидностей очень много. В общем, он мне сильно помог. Собрал, заказал эту машину. Предприниматель, который не имел никакого отношения к грузовой эвакуации, просто пришел на производство и пригнал шасси. Сказал, ребята, хочу грузовой эвакуатор. И они ему собрали. Я его называю, это пародия на грузовой эвакуатор, так как очень много нюансов технических, какие нужно доработать, переделать, чтобы он стал полноценный эвакуатор. Вот, технически все осматривать. Мы сейчас пойдем к Васе, тяни, толкай. Но если вы скажете, какого хрена ты едешь к Васе, там же было дело с бедолагой. Дело было. Все люди ошибаются. Васю, мы сейчас попросим там, ну не по бедолаге, а вы его увидите наконец-то у нас на экране. Фильм этот будет, возможно, в несколько серий. Ну, точно в несколько серий. Ну, 3-4 серии, скорее всего, будет. Потому что в самой последней серии я вам расскажу об этом производителе и откуда они вообще взяли чертежи, шаблон, чтобы изготавливать вот эти, можете чуть-чуть сказать, не до эвакуатора. Так что сейчас тачку-бричку заводим и поконим. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, немного о машине. Ощущения. Так, это Скайни у нас 460 тысяч километров пробега. Машина 2012 года. Сразу отвечу на первый комментарий. Еще даже не знаю, но точно знаю, что этот комментарий будет. О, но у тебя же кабина без спальника. Ребята, все это решаемо. Покупается кабина со спальником, меняется, а это кабин продается. Да, это какая-то несущественная трата будет. Ничего в этом такого нет. Что касается именно Скайни, мне очень нравится ее эргономика. Удобно сидеть, удобно переключаться. Ну, просто, ну, кайф. Особенно, кто на 4 укусных ни разу не ездил, обязательно попробуйте. Зайдет 100%. Так, ну что, ребятки, мы приехали. Пойдем к Ваше. И все, маме. Знакомьтесь, это Ваше. Пошли. В центре. Будем смотреть. Расскажут, что нам менять надо. Сделаем беглый, быстрый осмотр, что нам приговорят к замене. Давай, Вася, рассказывай, что ты первое видишь. Ну, что, первое нужно, стрелу нужно двигать к мосту. К мосту, правильно, да. Сейчас мы попробуем попозже рулеткой замерить расстояние между мостом и этого, да. Ну, примерно так. Так. Наклон цилиндров. Слишком большой. Дальше. Ну, и двигаем стрелу вперед, меняем наклон цилиндров, укорачиваем цилиндры. А стрела выдвигается у тебя? Ну, иногда, да. Иногда? Да. Ну, вот на стреле нужно тоже, конечно, подделать. На стреле, я так понимаю, мне уже ранее сказали, потому что у нас вот эти слоники слишком глубоко сюда, и в вертикальном положении трос будет стереться. Так, еще один момент. у нас вот эти, так сказать, космические волосы, гидравлические. С ними тоже что-то будем делать? Посмотрим на время, на бюджет. В любом случае, нужно цилиндры соединить металлическими трубами и поставить тормозной клапан. А от них уже можно, конечно, шланги. Если тебе время позволить, можно отрубить все-таки. Так, и мы еще будем делать щеки. Ну да, обязательно. Потому что... Щеки. Давайте немножко подрасскажу. Это у нас произведение искусства Кулак-сервис. Что касается брилли, я его называю здесь плавником. В момент, когда вы везете машину, идет инерция бокового движения. На нормального производителя здесь делаются щеки, где он зажат пластинками, чтобы вправо-влево не... Либо подсогнули уже стрелу, либо неровно приварили задор от стрелы до цилиндра здесь и здесь. Скорее всего, это первое испытание на тяжелый вот даже видно, что он болтается. Так, что, полезем наверх? Так, очень скользко. Оснащена у нас автомобиль, оснащен двумя лебедками по 20 тонн. Лебедки неплохие, но вот это исполнение мне не нравится. При нагрузке 20 тонн, представляете, под этим углом, что будет с роликом. Лебедку лучше сюда переместить. Лебедку мы постараемся уместить, чтобы они были одна чуть выше другой. Дальше. В горбе у нас противовес бетон. Слава богу, не кирпичи. Бетонные блоки тоже нужно будет достать. Срежем эту стенку и что мы делаем? Новый кронштейн, да? Да. Делаем новый кронштейн, стрелу двигаем вперед. Вот это все делаем на жесткие трубки. Ну и максимально, что можно убрать, чтобы гибкий шланг было по минимуму. Что нет щек. Видите, здесь зазор. И видите, здесь. Его почти нет. Вся тяжелая нагрузка уходит на цилиндры и на тот кронштейн. Поэтому тут много, что нужно будет исправлять. Полезли вниз, посмотрим, что с ящиками не так. Как инженерное решение, сделано у кулака сервиса, для того, чтобы мы тяжелые цепи складывали. Нет бы, здесь бы находится бак, нет бы перенести бак в горб. Ну, куда угодно можно переместить, но чтобы было видно, вот тут стою я и цепь я должен повесить тяжелые наверх. Но для этого они сделали ступеньку. Так просто наверняка дешевле. это мы не будем сейчас переделывать, это скорее всего мы будем переделывать ближе к лету. Это не такая долгая работа и трудоемкая. Еще интересный момент по вилкам. Это вот для опытных вы угорите. Это сделано из нескольких тонких листков и сварены между собой. просто их надо зачистить, но видно немного. Вот. Такие прекрасные вилки делают товарищи. Не знаю для кого, но их надо прям сразу металлолом сдавать, иначе потеряем кого-нибудь по дороге. Еще забыл я вас познакомить с самым одиозным человеком. Это человек, который рисует на мольберте эвакуаторы и потом их строит. Это ребятки Константин. Кто приедет рисовать, он будет вам. Ну что друзья, вот мы как сказать начинаем новые видео, новый сезон о производстве и переделка эвакуатора. Самое главное, чтоб я до вас донес, кто такие производители, к примеру, как Кулак сервис. Вот вы только что видели, сколько нужно сделать переделок для того, чтобы машина стала полноценной. Не переключайтесь, с вами Вальдемар и мы будем это такая превьюшечка у нас первой серии, а дальше буду приезжать, как обычно, все показывает, слезы Вальдемара, там, что там, как, в общем, погнали. Редактор субтитров Корректор А.Егорова